Думаю, этот торт не надо никому представлять. Все знают его неповторимый вкус. А вы пробовали приготовить его в домашних условиях? Попробуйте, этот торт не идет ни в какое сравнение с магазинным. Торт достаточно прост в приготовлении. Вкус очень гармонично сочетается с шоколадной глазурью. Лет 30 назад он был очень популярным и желанным в каждой семье. Угощайтесь и вы. Сливочное масло, 200 грамм, 100 граммов, в тесто 100 граммов, в суфле. Яйцо 2 штуки. Мука, 100 грамм. Сахар 250 грамм, 100 граммов, в тесто 150 граммов, в суфле. Желатин 20 грамм. Вода 120 грамм. Лимонная кислота 1 дробь 4 чайных ложки. Шоколад, 150 грамм. Сливки от 33 процентов, 200 грамм, 100 граммов, в суфле, 100 граммов, в глазурь. Яичные белки 2 штуки. Сода, 1 дробь 4 чайных ложки. Сгущённое молоко 100 грамм. Ванилин, 1 щепоток. Количество порций, 4-6. Для приготовления основы для торта взбейте мягкое сливочное масло с сахаром. Добавьте яйцо и ванилин. Затем вмешайте муку с содой. Тесто выложите в форму для выпечки и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Верх бисквита срежьте, чтобы была мягкая пористая поверхность. Выложите его в кольцо для торта. Для приготовления суфле замочите желатин в холодной воде на 30 минут. Затем нагрейте до горячего состояния сливки и растворите в них набухший желатин. Поставьте вариться сироп из 60 граммов воды и 150 граммов сахара. Доведите сироп до температуры в 120 градусов. Одновременно с сиропом взбивайте белки в крепкую пену. Затем вливайте сироп тонкой струйкой, не переставая взбивать, и остывшие сливки с желатином. Отдельно взбейте мягкое масло со сгущенкой. Смешайте основную смесь с масляной. Выложите все в форму на бисквит, разровняйте поверхность. Поставьте в холодильник на несколько часов для застывания. Застывший торт извлеките из кольца. Для глазури растопите шоколад со сливками. Остудите до комнатной температуры и полейте торт. Дайте глазури застыть и угощайтесь. Приятного чаепития.